Друзья, приветствую вас на канале InvestFuture. Завершается июнь на финансовых рынках, месяц крайне сложный и волатильный, и пришло время нам поговорить о перспективах американского доллара на июль 2019 года, второй месяц лета. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце мы объявим победителя нашего июньского конкурса по прогнозам и анонсируем условия для участия в новом июльском конкурсе. Ну что ж, по итогам июня курс российского рубля показывал заметное укрепление, и это стало возможно благодаря глобальному спросу на рисковые активы. Спровоцирован он изменившейся политикой центральных банков, которые под угрозой масштабных торговых войн, которые могут потрясти всю планету, готовятся к смягчению монетарной политики. В том числе и такие ведущие центральные банки, определяющие как ФРС и ЕЦБ. В результате мы увидели, что инвесторы довольно охотно покупали активы emerging markets, но российский рубль, надо признать, был одной из лучших валют этого времени и опускался у нас пара доллар рубля ниже отметки 63. Чего же нам ожидать далее? Давайте посмотрим на самые главные факторы, которые будут определять динамику рынков в июле. Итак, буквально до конца июня нельзя было делать каких-либо выводов, потому что мы ждали итогов встречи большой двадцатки. И вот она завершена. Два самых таких широко обсуждаемых события в российской прессе. Это, конечно же, встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным и встреча Трампа с китайским лидером Си Цзиньпинем. И нужно признать, что обе они прошли на крайне позитивной ноте. Я не знаю, что произошло. То ли Дональд Трамп выспался накануне и встал с хорошей ноги. То ли о чем-то договориться по ключевым вопросам. Но в результате Дональд Трамп назвал встречу с президентом Путиным успешной. Сказал, что Путин приятный парень. Цитата. А встречу с Си Цзиньпинем Трамп охарактеризовал как великолепную. И заявил, что переговоры находятся на правильном пути. Ну, если по поводу встречи с Путиным. Здесь мы можем только увидеть общий такой благодушный настрой и совместные заявления о том, что стороны готовы улучшать отношения. Что, в принципе, уже само по себе достаточно неплохо для общего спроса на российские активы. По крайней мере, риторика здесь явно получше, чем с правительством, не знаю, той же Венесуэлы. Да, и на том спасибо. Вот, то с Си Цзиньпинем есть у нас более конкретные выводы, которые, в принципе, мы с вами и прогнозировали, когда на минувшей неделе обсуждали текущую ситуацию. Торговой сделки не было заключено, но, тем не менее, было принято решение продолжать торговые переговоры. И также Трамп заявил, что США больше не будут вводить новые пошлины на китайские товары. Пожалуй, это самый лучший исход встречи G20, который только можно было ожидать. Теперь осталось только дождаться, когда президент США вернется домой, откроет свой твиттер и что-нибудь там напишет. Как вы знаете, Трамп довольно часто так делает, после того, как в лицо улыбается, жмет руки, потом приезжает домой и пишет какую-нибудь новую угрозу. Человек харизматичный, но непредсказуемый. Наше видео про Трампа, если еще не видели, то очень рекомендую. Я рассказываю о том, какой план у Трампа относительно стратегического развития Америки, куда Трамп ведет Америку. Ссылочка будет внизу в закрепленном комментарии. Окей, Трамп с Китаем вроде как готовы договариваться. Что же это значит? На самом деле действие здесь на рынке может быть несколько непрямым, неоднозначным, потому что если мы видим позитив по торговым переговорам, то американский Федрезерв вполне возможно не будет спешить с понижением процентной ставки, потому что почувствует, что давление текущее не так уж и высоко. И это может привести к коррекции вниз на фондовых рынках, в том числе и на российском фондовом рынке. И соответственно может позволить американскому доллару наоборот несколько укрепиться. Вот такое воздействие. Казалось бы, есть позитив по торговым переговорам, почему бы не расти американскому рынку. Но я не уверена, что здесь реакция будет такой слишком простой. Это было бы слишком неинтересно. Финансовые рынки несколько хитрее. И рынки плавно перетекают в июль. Здесь самое топовое событие это встреча ОПЕК 1-2 июля. По сути G20 и ОПЕК это как раз то, что определит, уже частично определило динамику рынков на второй летний месяц. По поводу ОПЕК. Вроде как есть некий консенсус, что соглашение по заморозке нужно продлевать. Но есть Россия, которая стоит несколько особняком и пытается выторговать себя несколько особенные условия для того, чтобы все-таки немножко побольше нефти иметь возможность добывать. Скорее всего там будет некое пространство для дискуссий. Но я думаю, что в итоге договорятся. Другой вопрос, насколько бурным будет рост нефтяных котировок, если соглашение будет заключено. Я подозреваю, что все-таки эффект будет носить несколько ограниченный характер. Ну вот, собственно, с учетом того, что мы наблюдали даже и в последний месяц. В принципе, соглашение это действовало. Но фактором, который реально поддерживал цены на нефть, были антииранские санкции США все-таки, а не сделка ОПЕК. Она является таким вот фоновым уровнем поддержки. Поэтому по нефтяному рынку, на самом деле, мне даже интереснее было бы посмотреть на то, как будут развиваться события между США и Ираном. Поэтому если в новостях будете видеть какие-то связанные с этой темой заголовки, то ни в коем случае их не пропускайте. Они будут влиять на нефтяную цену. Теперь поговорим по поводу политики центральных банков. В июле встречи трех крупнейших ЦБ у нас концентрированы в конце месяца. Поэтому первые пару недель мы получим некую передышку от этих факторов. И рынки будут только следить за ключевой статистикой, чтобы понять, как она может повлиять на решение регуляторов, которые, по сути, и определяют то, как будут у нас торговаться все основные финансовые активы. Так вот, сезон ЦБ в июле открывается 25 июля, когда у нас пройдет встреча Европейского Центрального банка. Здесь мы не ждем понижения процентной ставки, но ждем изменения риторики, более конкретно в сторону смягчения политики. И, соответственно, если это произойдет, то рынки будут настраиваться на то, что ЕЦБ понизит ставку в сентябре. И, соответственно, слабая статистика по еврозоне будет также рынке заставлять переоценивать ситуацию и продавать евро заранее, так как это будет прокладывать дорогу для того, чтобы ЕЦБ 25 июля говорил то, что называется «мягко», то есть говорил с предпосылками к снижению процентной ставки. Далее, следом за ЕЦБ у нас будет работать Банк России 26 июля. Здесь у нас ситуация несколько другая. Если когда мы говорим, например, о ЕЦБ и ФРС, где ставки уже сейчас низкие, то ожидание снижения ставки давит на курс валюты. В России же ситуация сейчас работает несколько иначе, потому что в России относительно других рынков ставка достаточно высока. Поэтому, когда Банк России заявляет о своих намерениях снижать ставку, рынки стремятся зафиксировать высокую доходность. А сейчас ЦБ и вовсе дал понять, что, возможно, даже два снижения ставки в этом году произойдет. И, соответственно, рынки перед каждым заседанием будут пытаться фиксировать доходность в российских активах, то есть покупать ОФЗ, пока доходность еще высока, там, не знаю, класть деньги на банковские депозиты условно, ну и пользоваться другими финансовыми инструментами. Другие, конечно, важнее для нас в этом смысле. И, соответственно, в июле этот фактор, ожидание заседания ЦБ, который может смягчить политику, может оказать российской валюте довольно заметную поддержку. Ну и третья встреча пройдет 31 июля. Это заседание ФРС. Еще раз коротко, от Американского Центрального Банка ждут реального снижения ставки на этой встрече. Сейчас экономисты спорят на 25 или на 50 батисных пунктов. Ну и, конечно, будет очень забавно, если после того, как достигнут консенсус по торговой войне, ФРС возьмет и не понизит ставку. Вот это будет сюрприз, который может всерьез привести к мощнейшей коррекции на финансовых рынках, как на американском, так и в целом на мировых, как раз-таки обвалить активы развивающихся стран. Поэтому России тоже на это нужно очень внимательно смотреть. И еще один фактор, который важен непосредственно для российского рынка, это окончание дивидендного сезона в июле. Смотрите, за вот этот дивидендный сезон 2019, который у нас имел место с мая по июль, российские компании выплатят рекордный объем дивидендов, более 2 триллионов рублей. И часть этих денег будет из рублей выводиться в иностранную валюту. И, соответственно, именно в конце июля инвесторы, крупные инвесторы могут фиксировать свою прибыль в рублевых активах и продавать их, соответственно, и продавать рубли, покупать иностранную валюту. Вот этот фактор может стать несколько дестабилизирующим для российского рубля вот уже ближе к концу месяца. Итак, друзья, разобрались с фундаментальными факторами. Что же мы с вами видим на графике? Сейчас перед вами месячный график пары доллар-рубль. И посмотрите, вот эта свеча, которая у нас образовалась по итогам июня. То есть курс доллара, как мы видим, довольно уверенно снижался. И более того, у нас здесь образовалась модель, похожая на медвежье поглощение. То есть июньская свеча оказалась больше, как по цене открытия, так и по цене закрытия, свечи майской. То есть как бы перехватила майский импульс на рост курса доллара. У нас впереди есть довольно важные уровни. Отметка 61,60 – это диапазон области поддержки, которую, как мне кажется, рынку будет непросто взять, по крайней мере, с первого раза. И дело здесь в том, что даже для российских финансовых управляющих органов этот уровень является психологически важным. Не очень любят, когда курс доллара опускается ниже отметки в 60. И на этих уровнях, как правило, наращивается объем покупки валюты Минфином. Но теоретически, если мы с вами посмотрим на график, то здесь у нас действительно складывается картина, благоприятная для более глубокого снижения курса доллара. Как бы не странно это нам казалось. После этих всех санкционных историй и перепугов мы видим, что вроде как теперь Трамп с Путиным формально подружились, у Трампа появились новые враги, изменилась геополитическая стратегия, и, соответственно, и поведение инвесторов по отношению к российской валюте также поменялось несколько. Это отражается на графике, и мы видим, как у нас сформируется модель «двойная вершина» на недельном графике. Первая вершина, вторая вершина, линия шеи в районе отметки 65, она, соответственно, успешно была пробита, мы снижаемся вниз. Исходя из технического анализа, у нас вообще может быть протестирована область вплоть до 55 по доллар рублю. Но еще раз повторюсь, как мне кажется, ниже 60, даже если все факторы будут складываться предельно благоприятно для российского рубля, мне кажется, что не пустят российскую валюту. Поэтому у меня ожидания такие, что в июле, особенно в первой половине, мы можем увидеть дальнейшее снижение курса доллара, если не произойдет уверенного пересмотра ожиданий по ФРС. Вот это, на самом деле, ключевой момент. Если этого не произойдет, то мы можем увидеть дальнейшее ослабление доллара к рублю, но все-таки настраиваться на какое-то мощное падение я бы не стала, потому что, как мне кажется, оно будет перехвачено. Это моя точка зрения, она субъективна, она ни в коем случае не является рекомендацией к действию. Ну и, друзья, если у вас есть какие-то свои рассуждения, то пишите их в комментарии. Ну а теперь, друзья, самое интересное. Переходим к итогам нашего конкурса июньского, где мы просили вас спрогнозировать курс доллара на последний торговый день месяца. Итак, друзья, соответственно, в пятницу 28 июня у нас на московской бирже доллар закрылся на отметке 6308.43. И мы получили много комментариев от вас. Огромное спасибо всем участникам конкурса. Но самый точный дал наш подписчик Игнат Иосифович. Игнат, мы вас поздравляем. Ваш прогноз был 63.10. Игнат сделал ставку на укрепление рубля и действительно не прогадал. Игнат, пожалуйста, напишите нам на почту info.sobaka.investfuture.ru. Мы возьмем ваши контактные данные и сможем отправить вам книгу в подарок от нашего проекта. Ну и, друзья, новый месяц, новый конкурс. Пожалуйста, пишите в комментариях под этим видео на ютубе, каким будет курс доллара к рублю на московской бирже, какая будет цена закрытия на последний торговый день этого месяца. Также удостоверьтесь, пожалуйста, что вы поставили лайк под этим роликом, подписались на канал InvestFuture, ну и желательно еще нажать на колокольчик. Это обязательное условие для участия в конкурсе. Пишите, пожалуйста, конкретную цифру, а не расплывчатый диапазон, потому что диапазонные прогнозы мы не принимаем, к сожалению. И напишите еще, пожалуйста, несколько фраз, которые обоснуют вашу точку зрения, ну или хотя бы покажут, что вы не бот. Желаю всем огромной удачи для участия в конкурсе. Ну и также, друзья, буду вам благодарна, если вы сделаете репост этого видео у себя в социальных сетях для развития нашего канала. Это очень важно и полезно. Мы всегда вам благодарны за вашу активность. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале.